Дворниковый участок Летом иногда бывает По грудь воды А зимой соответственно там лед В общем я там колол лед Подметал этот участок И однажды мету свой участок И валяется грязная трубка Метло ее по хоккейному И она летит и поет Ничего себе Вроде как простая такая штука А дело в том, что ты понимаешь Я архитектор по образованию У меня все сопромат, материаловедение Я все это знаю У меня поэтому очень много навыков в голове Я дипломерный специалист И художественный, и технический Как звучать И я взял и в руку постучал Ни фига не звучит И тут до меня дошло Было откровение, момент Знаешь такое озарение настоящее Что Когда она не зажата была Она и пела по этому Я вот так щелкнул по ней Так, хоба И она летит и поет Она у меня, кстати, хранится до сих пор Трубка самая первая И вот тогда и началось Я стал собирать Поскольку дворник Все помойки перед глазами Стал сначала собирать так просто То, что есть Разные куски железа А тогда же ничего ценности не имело То есть можно было находить Очень много чего И вот стал первый Сделать конструкции Такие простые И делал такое шоу Темную комнату абсолютно Заводил людей И так Хоп И начинал звенеть А звуков тогда таких В самом ландшафте Москвы не было Колокола не звенели Только куранты на спарский бар Не было колокольного звона Понимаешь И вот так это было Сначала все так очень просто Потом он стал усложнять Одну комнату сделал маленькую Потом другую И потом сделал первую комнату Куда уже Приводил людей Там это было Одновременно с автообъектами Все в перемешке было Звучающей конструкции И стал показывать Публике Как такие небольшие сеансы Постепенно ввел огонь Туда в воду Ну вот все соединилось с меня На первом фестивале Молодежи и студентов В 85-м году Я ходил По Красной площади У меня была палка на плече К ней было много трубок Подмешано Одна большая такая Она давала основной тон Я пил по ней А остальные перезвонили Я так вот ходил Как Если ты помнишь Скажка про Кисалова Который с из тузочки ходил И за ним народ ходил Он уводил там В озеро Вот так Ходил за мной народ По Красной площади Ну вот И постепенно я это все Развил инструменты Эта идея свободной вибрации Положил Заложил в конструкции инструмент Нашел идеальную точку Для подвешивания Вот Уже Вычислил идеально И стал делать конструкции Которые Фактически Изобретение Получились конструкции Самым гринным звуком Ударяешь Вот у меня есть одна конструкция Которая звучит Одиннадцать минут Если точно ударить Вот Еще Важный момент Атака Если в колоколах Допустим Атака очень жесткая Когда язык бьет По краю колокола Вот это такой ляск Очень неприятный Фонари Очень многие Глухи На самом деле Чувствуют Вибрации тела Ушами У меня был один Однажды опыт В Нью-Йорке Когда я был На выставке В Африке Сереже Африке А там наверху Это Белтава Небоскреб Белтава Там наверху часы Я думаю Значит там должен быть холод Я туда залез Через люк И о ужас Я вижу Как замахивается Огромный молот И я в ужасе бегу Но я не успел Обижать Он как-то долбанет По этому колоду В ужас Короче Просто Ну вот А у меня идея была Чтобы звук сам вылезал Вот как у органа Мягко выходит Как бы нету Начала его Мягко Я вот придумал Мягкие колотушки Причем для каждой трубы Разные Там очень Много разных видов Колотушек Для каждой Труб Ну в результате Возник Небесный лес Пикапо Как я называю Подвешенный к потолку Почему? Потому что еще важно Все вращения Которые тоже оказывают Приходящего Ну Своё Оказательное влияние Тут подключена уже Сила тяжести Под силой тяжести Они вот Свисают Вращаются То есть все силы Которые Присутствуют Вокруг нас Они Вовлечены Позднее Я стал использовать Еще Использовать Звукоусиление Для раскрытия Внутренних звуков Которые не слышны Акустически Там А за основу Очень простой Детский фокус Если ты помнишь Вот такая Занимательная физика Перельмана И это все знают Так Знаешь Когда серебряную ложку На нитку подвешиваешь Фокус Тяжелые Звучающие предметы Ударяясь И помимо Акустических Снимаются Датчиком Вот эти Внутренние вибрации Очень богатые И Сильно Расширяющие Полит Ну вот так Это существовало В разных пространствах От театра Натаганки Театра Васильева Сквотах Различных Потом Я ездил Очень много По разным странам Выступал Вот сейчас Вернулся В квартиру Иногда Отсюда выбираюсь Очень редко Причем сейчас Больше Кстати В России В Сибири Потому что Там деньги Ездило несколько Сургут На деньги Сургут Нефтегазов Позволите Там Машину Привезти Ну вот так Это существует Уже 36 лет 36 лет Сначала А Когда Возникла Необходимость Назвать Там Называли И музыкальная Комната А тут У меня было стихотворение Такое Дадзе Брикеджига Гика Мегапо Такое Дербулщил Хлебников Крючонок Крючонок Бобиоби Пели Губы Заумные стихи Заумником Был еще в школе Мне нравилось Изначально Я поэт Я поэт Великий Без сомнения Это важно Это важно Потому что я Во все Свои деятельности Дохожу До Неких пределов Предельных Состояния И в слове И в звуке И в живописи И везде Мне нравится Достигать Какие-то Абсолютные Какие-то Качества Я стремлюсь Это не значит Перфекционизм Когда Совершенно В смысле Сделан А именно Достичь Самого длинного Звука Самого чистого Читать стихи В проруби Когда слово Звенит Особенно Из концерта Проходили Ну иногда Сейчас редко Проходят Или на снегу Когда я голая Бегаю Обливаю Воды Или в стихи В проруби А публика Вокруг И звенящие Слово Когда в экстремальном Находится Состояние Когда по-другому Звучит слово И оно становится Как заклинание Звучит Как раньше Звучало В древние времена Не просто так Состояние Спасибо, дорогие друзья Радости, счастья, мощного здоровья Планета Земля Скоро расцветет И запахнет Как никогда И мы окажемся Совершенно в новой эпохе Надо только приложить Нам свои усилия Peace and love Everybody Это был с вами Герман Виноградов Московский художник Поэт Мистериограф Всего вам доброго От моего котенка Привет вам большой Love Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok